Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзорно-Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Здравствуйте, мои дорогие гости, зрители и подписчики моего канала, канала Обзорно-Незазорно. И во первых строках своего письма я, как Ланька Жуков, сейчас буду просить, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Меня 68% смотрят без подписки. Подпишитесь, пожалуйста, для того, чтобы быть в курсе моих новых обзоров. Те, кто еще не подписан, я буду вам очень и очень благодарна. Ну, а мы переходим к Колесниковым. Плач Алексея, вы знаете, я бы так назвала этот их влог. Говорит Алексей о том, что детские им не выплачивают сейчас, хотя детские всегда платили, говорит, еще при Союзе. Еще в Союзе платили, а сейчас, мол, не платят. И что бы там ни говорили, Колесниковы переехали в Подмосковье ради дома. Потому как тот дом, который у них остался в Ессентуках, тот очень маленький. И Леша даже не представляет, как можно жить в таком маленьком доме, такой большой семье. Поэтому переехали ради дома. И ради, конечно же, возможностей, как он ранее говорил об этом. Правда, какие возможности, я повторюсь, я так и не знаю, какие возможности у Нитея Колесниковых тут появились. По-моему, даже те, что были в Ессентуках, и тех тут нет. Но, тем не менее, Леша говорит, что очень все рады, довольны, что переехали именно в Подмосковье. Хотя был вариант покупки дома и в Краснодарском крае. Но Леша остановил свой выбор именно на Подмосковье. И говорит, что ему тут все очень нравится, что зима здесь как зима, не то, что в Ессентуках. Говорит, вот, пшикающие вещества, деньги на ветер. Это он про фейерверки, да-да. Пшикающие вещества, деньги на ветер. И вот, когда они запускали эти пшикающие вещества, деньги на ветер в Ессентуках на Новый год, они их запускали в грязи, потому как снега, как такового, не было. Была слякоть, была грязь, но снега не было. Снег должен быть зимой, зима должна быть зимой. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, сам себя, как мне показалось, он пытается убедить, что в Подмосковье все-таки лучше, чем в Ессентуках. Но, говорит, особо они не расстраиваются, что вот нет детских, проживут они и без детских. И признал Леша, что дом в залоге. Представляете, до сих пор он говорил, мой дом, наш дом, мы хозяева тут. А сейчас он вдруг признает, что все-таки это собственность банка. И то, что Колесниковы не являются полноценными владельцами этого дома. Представляете? Вот, и даже Леша признал, что названия специально такие кликбейтовые, чтобы зрителей привлечь, потому что просмотры у него падают. Ну вот, нужны просмотры. Ну, а просмотры нужны, конечно же, для того, чтобы появились деньги. А деньги нужны для чего? Для того, чтобы выплатить ипотеку. Так что круг замыкается. Надеется он погасить ипотеку пораньше. Говорит, было 25 лет. Теперь вот 11 осталось. Он несколько лет сократил за вот эти вот полтора-два года эту ипотеку. И надеется, что вообще, в принципе, лет за 8 выплатит целиком это все. Но будем надеяться. Очень на это будем надеяться. Говорит, въездил в Исентуки. И просто он не представляет, как сейчас с выросшими детьми там может поместиться такая большая семья. Говорит, просто не представляю, как это вообще возможно. И поэтому вот размеры дома очень устраивают. Все-таки, еще раз он повторяется, что переехали из-за дома. Ну, короче говоря, сам себя не убедишь, никто тебя не убедит. Да, Леша говорит, сейчас дети все повыросли. И места стало еще меньше. Повыросли. Вот этот лексикончик у Леши и у Светы, я прям не знаю, где они набираются таких слов. Честное слово, не знаю. Газа нет в доме, но это, по мнению Леши, единственная проблема. Все у них есть. У них есть электрокотел, который, кстати, не работает, но об этом Леша умолчал. Или опять же, они нам не все показывают. Они нам, может быть, не показывают, как они починили этот электрокотел. Может быть, они нам не всю жизнь, как она есть, показывают. Хотя позиционируют себя каналом, который нам рассказывает все, как есть. Но, видимо, не все, как есть. Видимо, мы чего-то не знаем. И, кстати, когда Леше удобно, он говорит, что мы показываем жизнь, как она есть. Когда неудобно ему, он говорит, но мы же не будем вам все показывать. Мы показываем всего, я не помню сколько, 10 или 15% того, что происходит у нас дома. Представляете? То есть, крутится, вертится, Леша, от него, правда, никогда не дождешься. И все, что он рассказывает, мне кажется, надо делить на 2, если не на 3. Хочет Леша сказать, что тут очень здорово, потому как вода бесплатная, своему скважина. И котел можно топить без проблем над дровами. Я вот думаю, дрова что, бесплатно, что ли? Он снова собирается лес идти рубить. Уже получил предупреждение одно, мало ему, что ли, было. Непонятно, если котел на дровах. Ой, ну а дальше он признал, что родственники в Весентуках, может быть, остались. В Весентуках, Зеленокумске, может быть, остались какие-то. Но тут же говорит, что родственники, чем дальше, тем роднее. Чем выше забор, тем лучше соседей, хотелось бы мне добавить. Уникальные люди. Вот называется так вот, поехали в Подмосковье, в дачный поселок, где только 3 времени года люди бывают, да, с весны по осень. И все. Зимой там тихо, спокойно. Я так думаю, что это самое то. Время для Леши. Никого нет, забор высокий, никто тебя не видит, не слышит. Ты никого не видишь, не слышишь. Красота. Ну, приходится, да, терпеть соседство с весны по осень. А так, в принципе, ничего. Мне кажется, может, из этих соображений, именно из этих соображений Леша и выбрал дом именно в этом месте. Именно в садовом каком-то товариществе, в деревне какой-то. Также Леша говорит, сказка жить в этом доме, когда ипотека выплатится, конечно же. Ну, и вообще замечательно будет, когда газ проведут. Но я так думаю, что газ не скоро будет проведен, потому как их кормят обещаниями, завтраками, да, этими газовыми завтраками очень много лет. Еще когда вот он покупал этот дом, хозяин ему говорил, что чуть ли не в этом году газ проведут. Год прошел, они надеялись на газ. Второй год прошел, они тоже надеются все еще на газ. Но так как, я повторюсь, это дом в садовом товариществе, в деревне какой-то садовой, как он называется, СНТ, что ли, там очень мало людей живет. И из-за того, что живет очень мало людей, государство не считает рентабельным проводить туда газ. И опять же, повторюсь, люди там живут только с весны по осень. Поэтому считают власти, что не обязательно газ проводить в этой деревне. Ну, Алеша надеется, надеется, еще раз надеется. Ну, что, Надежды юноши питают, что я могу сказать? Надежда хоть и последней, но умирает. Алеша никак не хочет этого признать. Говорит, что им в комментариях подсказали развестись, но продолжать жить вместе. Свету это, конечно, не особо порадовало. Вот Леша говорит, ну, а что, он ничего не изменится, чего-то так. Ну, нет, это так, конечно, было все в шутку сказано. Для чего разводиться, для того, чтобы получать какие-то выплаты на детей. Но опять же, если ты мать-одиночка или если ты отец-одиночка, если, в принципе, второго родителя нет и не было, если в свидетельстве о рождении ребенка в графе мать или в графе отец стоит прочерк, то только тогда, возможно, выплата как отцу-одиночке или как матери-одиночке. Если вы разведетесь, то тогда выплачивает алименты тот, с кем дети не остались. К примеру, если дети останутся с папой, то выплачивает алименты мама. Если дети остаются с мамой, то выплачивает алименты папа. И все, ни о какой помощи от государства и речи нет в этом случае. Но Леша этого не понимает. Комментатор, Леша говорит, дают какие-то советы непонятные. Если первый раз, второй раз, третий раз человек не понимает, тогда его Леша сразу в блог отправляет. Вот, Леша, не ври. Меня лично ты отправил в блог, когда я тебе написала абсолютно безобидный комментарий. Абсолютно безобидный. Он вообще писался, по-моему, чего-то такого нейтрального. Ты меня тут же в блог отправил. Вот, Леша, пожинай плоды. Теперь я открыла свой обзорный канал, где ты меня в блог не сможешь отправить при всем своем желании. Да, относительно комментаторов. Леша сказал, что глупые обзорщики пишут и говорят глупости. И комментаторы тоже могут говорить все, что угодно. Но это Лешина семья, и он волен делать то, что он хочет делать. И к комментаторам он не прислушивается. Говорит, комментарии это то, что очень далеко, где-то там за пределами. За пределами чего? Не знаю. За пределами понимания Леши возможно. Если там нормальные комментарии, то вполне возможно, что за пределами понимания Леши эти нормальные комментарии. Потому что Леша не понимает, когда ему на самом деле дают хорошие, добрые советы. Леша все воспринимает в шаги и считает всех вокруг себя плохими, и только себя одного считает очень хорошим и прекрасным человеком. Говорит, что их жизнь для кого-то это ужас, но для Колесниковых это реальность. И я, наверное, с этим соглашусь, что для Колесниковых реальность то, что для всех ужас. Опять же, из-за того, что якобы не все мы видим, не все нам показывают, многие зрители возмутились, почему это вдруг Анжелу назвали коровой толстой. А он говорит, что Максим был у посудомойки и разбирал посудомойку. Очень интересный момент. Я, насколько знаю, Никита ответственна за посудомойку. Почему вдруг Максим разбирал? Правда, интересно. И вот Максим якобы разбирал эту посудомойку и хотела пройти Анжелика куда-то, не знаю, в холодильник или куда она там хотела пройти, и не смогла пройти, потому что Максим занялся во всю пространство, прям вот от посудомойки до стола. Не знаю, как это было возможно. Но Анжелика не могла протиснуться. И тогда она назвала Максима коровой толстой. Ну, Леша говорит, пришел тогда Леша и говорит, ну, что это вдруг Максим корова? Максим вроде как корова, это женский пол, а Максим вроде бы как-то, ну, не корова, а Максим там мужчина. потом говорит, может быть, все-таки тогда, если так, то тогда корова ты, ты ведь женского пола, Анжелика, тогда ты получаешься коровой толстой. Ну, говорит, а зрители увидели и услышали только вот конец этой ссоры, когда вот Максим назвал Анжелику коровой толстой, ну или Леша. И сделали уже свои какие-то выводы. Хочу сказать, что Леша, повторюсь, говорит и делает то, что выгодно ему. Вот и все. Все, вполне возможно, там дети перессорились. Но, опять же, мы не видели всего, правильно? Нам не все показали. Хотя, повторюсь, канал позиционирует себя, как канал влоговый. То есть они показывают всю свою жизнь так, как она есть. Жизнь, как она есть. Но, видимо, видите как? Когда выгодно, показывают все. Когда невыгодно, не показывают. А то, что не показали, они переворачивают, возможно, по-своему. Возможно, он в самом деле был так, как Леша говорит, я не знаю. А, возможно, он перевернул. Тут сейчас очень трудно сказать, что да как было. Но, в любом случае, комментаторы пишут ему плохие комментарии. И эти комментарии Алексея не устраивают. Поэтому он болен поступать с этими комментариями так, как ему нужно. Он не хочет, чтобы эти комментарии видели его дети, внуки, ну и последующие поколения. Как-то так. Леша надеется, что канал его будет на плаву еще очень-очень-очень много лет. И, возможно, даже его в муке увидят. Ну, это все. Ну, посмотрим, что да как будет. Леша, видимо, надеется получать прибыль вечно с Ютьюбом. Работать он идти, видимо, не собирается. Хотя, говорит, что Газель у него вроде как для работы, вроде как он на работу ездит, вроде как он где-то 100 тысяч получает непонятно где. И он не хочет ходить на работу, где он предложит вместо 100 тысяч, к примеру, 40 тысяч. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, опять же, Лешу не понять. Он крутится, как уж на сковородке. Куда ему выгодно, в ту сторону он и поворачивает. Так надо уметь. Вот такой образ жизни, я так думаю, вести не всем дано. Ну, это Леша. Посмотрим, как и что будет дальше. А пока так. Ну, все, мои хорошие, буду с вами прощаться. Всем спасибо, что дослушали мой обзор до конца. Всем пока-пока. И встретимся в комментариях. Буду рада услышать ваше мнение.